Следующий наш спикер, это молодая, красивая девушка, она еще не мамочка в декрете, она работает на своей основной работе, это тоже мой партнер, это Людмила Раенко, она уже с нами немножко дольше, чем три каталога, да, она уже с нами бывала на банкетах менеджеров, с ней мы познакомились по рекомендации, хочу сказать, как она пришла к нам в компанию, это муж продавал машину, и покупатель приехал с другом, и у этого друга была подружка Люда, да, и таким образом Славик тем временем пока продавал машину, рекрутировал, ну, рекрутировал парней, конечно, да, ну, и таким образом получилось зарекрутировать Люду, и Люда сразу же вышла на скайп, мы вечером с ней сразу же встретились в скайпе, поговорили, пообщались, ей все очень понравилось, у Люды очень большой потенциал, большое будущее, она молодая, еще у нее очень много времени, энергии и целей по жизни, поэтому Люда сегодня с нами поделится своей историей успеха, Люда, я выключаюсь, а ты включай камеру и микрофон и презентацию, приветствуем Люду онлайновскими аплодисментами. айт perspective мамы我有 за Despite Into Games, ako или Мори, которая уединила специалия югер這 fire т molto много лет, Dass 주, не хэfire т доброе, туgerивobyte depression, защида по другому участку аплодисментами, в наших Ohio пошл recapsia Justin,气 foi Minh, рекла Иск, и ausbilir, dataset с portal лирessapus парня, которая у помощи восстановивости условия и восстанови вопросы, Работа улы был выключается всёwich, плащей изVERсия и напряж 붙евок от galaxy обслуживали машину, Продолжение следует... 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 Каждый день ВКонтакте я добавляю по 20 друзей, лайка и фотографии. Ну, конечно, метод не очень действует, наверное, даже слабо регистрируется. Люди не хотят выходить на разговоры. Когда выходят, то просто отправляются, если слышат слово «аритвань». Еще работаю с каталогами. Делаю каждый каталог 150 баллов. Это я постоянный клиент. Сама для кого-то просто покупаю продукты. Еще, конечно же, рыбинка, продукты. У меня уже салат-полочка, респондент. Сама очень рада. Мы, конечно, работаем offline. Это по списку знакомых. По списку знакомых очень сильно не предлагаю, потому что мои друзья говорят, как будешь с буддичкой тысячу долларов, тогда, может быть, мы все зарегистрируемся сразу же. Вот так большинство людей отказывается. В это все не верят. Вы уже не предлагают. Вы сидите дома. Вот так работаю. И еще один метод. Мне посоветовала моя партнер Алина Александровна. Спасибо ей, конечно. Это мы сейчас вместе работаем парадинэшком. На труде я ищем резюме и так созваниваемся клиентами. Вчера я 15 номеров, по-моему, звонила. Из них 4 девочки думают. А одна, можно сказать, зарегистрировалась. Но потом сказала, нашла работу. Если сейчас общаемся, не знаю, что дальше будет. Может, конечно, зарегистрировать. Сегодня тоже 10 номеров, обзвон. Тоже все думают. Ну, потом посмотрим. Алину я нашла ВКонтакте. Это, я не знаю, мой супер-партнер. Я ей очень благодарна, что она появилась. Мы с ней общаемся до сих пор. Очень хорошо. Едем вместе. Да, Алина, едем. В Одессе. В Одессе. Да, Одессе. У нас еще есть 2 каталога. Ты тоже станешь 12%. Дриллиантов, получишь скидки. Ты тоже поедешь со мной. Ну, это мы потом обсудим. Почему ты не можешь? Сможешь, сможешь. Ну, дальше. Сланы компании. Это же, конечно, уровень бриллиантового директора. Я, конечно, к нему зайду. Это как минимум. А дальше посмотрим. Это хочу путешествовать за счет компании. Надеюсь, в Анталию и Болгарию я тоже когда-нибудь поеду. Это, конечно же, финансовая независимость. Я не хочу независеть ни от кого. Хочу получать свой личный доход. Также хочу обеспечивать мою семью. И будущую. И маму с папой, конечно же. Чтобы они больше никогда не работали. А я буду их обеспечивать. Конечно же, это еще одно. Открыть свое СЛО в своем городе. А то у нас такое СЛО, что просто опять. Бывает, я прихожу, а их нет. Нужно звонить постоянно. Ну, в общем. Хочу открыть свое СЛО, на котором я могу работать, как мне хочется. И, конечно же, это жить в свое удовольствие. Не просто наслажаться в жизни. И все. Никогда больше не работать. Конечно же, советы новичкам. Это перестать бояться. Слушать своего спонсора. Бояться – это, конечно же, самое первое, что нужно. Я знаю, действовать, действовать, действовать. Если вы уже в этой команде, то идите вперед. Никто вас не остановит. Это же учиться и спрашивать. Быть на вебинарах. Когда есть какие-то вопросы, сразу же задовольте. Житичники. Конечно же, верить в себя, гора – это самое главное. В Инстаграм работаю я. Я Инстаграм, если честно, у меня только один аккаунт. И постоянно выставляю там записи. Запись, ну, это не очень часто, как-то не очень заброшено. На 12% я вышла. Ну, а то с сентября где-то зарегистрировалась. И вот вышла. Да, в октябре, наверное. В начале октября. В общем, точно я не помню, когда. Но... А то за сколько я вышла. А, ищут. В январе месяце мне позвонила Ира Павкосин. Говорит, давай встретимся. Мы встретились. С кой ты? И она мне говорит, сколько ты будешь сидеть на этих 6%? Давай действовать дольше. Пиши свои цели. Ты уже мой новичком. Я говорю, ну, как их писать? Вообще я это не представляю. Просто в блокноте написать, я хочу быть 9%. Ну, давай, ладно, напишу. Я написала, в втором каталоге я хочу выйти на уровень 9%. Вы не поверите, но я вышла в актолог. Думаю, все, это все подошло. Ну, напишу еще на третий каталог. Пишу, в третьей каталоге я хочу быть 12%. Когда я в конце, в последний день каталога, я захожу на страйк-пайк, смотрю, я 12%, я не поверила. Скидываю и рискулю, говорю, это я 12%, а она мне поздравляет. Все, уже в чаты подобавляла. В чаты подобавляла, уже поздравляет и менеджер. Я вообще не верю. Сковорю, как я менеджер. Я вообще не поверила в это все. Ну, в итоге это так. И еще, ай, еще ж новички, конечно. Нужно все писать, что думаете. Пишите свои цели, вы обязательно их достигнете. В это я поверила в МАК. Да, мысли, они, наши мысли сбываются. А еще у меня было желание, а я так сказала, что на банке хотела спать, конечно же, 12%. Я встала, я теперь еду, буду 12%, держать в своих руках и покажу своим друзьям, что я все-таки что-нибудь достигла. Ну, и, конечно же, по стене это новичкам, ставьте высокие цели. И вы их обязательно достигнете. Всем желаю удачи. На этом все. Спасибо за внимание. Это было мое второе выступление. Не знаю, очень боюсь, спешюсь. Это... Ну, такие вебинары включат больше. Может, попробуемся разговаривать, видеть себя. В общем, всем спасибо. Спасибо за внимание. Всем пока-пока. Продолжение следует...